Подведены итоги конкурса поздравлений к юбилею Нинецкого округа. Напомним, его телеканал «Север» объявил в своей официальной группе в социальной сети ВКонтакте 15 июля в день образования округа. Победителя и призеров определили по количеству лайков. О том, кто получил наибольшую поддержку от наших подписчиков и кому достался главный приз – смартфон от нашего информационного партнера компании «Такси Тройка» – расскажем прямо сейчас. Наше знакомство с творчеством Марины Гурьяновой произошло благодаря конкурсу поздравлений к юбилею Нинецкого округа. Свои признания в любви к заполярному краю Марина Валерьевна выражает в стихах собственного сочинения. Родина на краешке земли, Где встречаю я закаты и рассветы, Ты лежишь в морожковой доли И купаешься в потоках света. Маленькая родина моя, Край оленей, Севером зовется, Для кого-то простая хам отзовется, Для меня же ты – судьба моя. Много стихов написано о нашей Нинецкой земле, Хотя я сама из Владимирской области. А мы приехали сюда в 1974 году, И вот уже 45 лет, Считай, 90 лет округу, Половину мы здесь живем. Здесь она окончила школу и педагогическое училище. Вот уже 39 лет работает учителем начальных классов школы-посёлка Искателей. Признаётся, в это же время начала писать стихи. Иногда радую коллег своих, читаю к празднику. Иногда детям, родителям написаны стихи на разные темы. Вот здесь множество. Я выборку сделала. Брат говорит, книгу пиши, а я вот как-то всё для себя, да для себя. Ну, вот как-то так, всё для себя. Как-то не задумывалась. Хотя вот в книгах напечатаны стихи. Вот была книга «Шестой год. Ты в меня поверь». Это в округе издавалась книга. Здесь написано стихотворение «Мой север». Вот такая книжка в 2010 году выходила в Заполярном районе. Администрация Заполярного района выпустила к отню учителя. И вот в книге, которую я выпустила благодаря издательскому дому «Наринмар» к 40-летию нашей школы, здесь тоже включены стихи. О том, что Ненецкий округ стал судьбоносным в её жизни, Марина Валерьевна не скрывает. Многое связывает с этой землёй. Поэтому и юношеские годы, и вторая школа, где училась, и агитбригада, где Владимир Григорьевич Филиппчик. И все мы здесь, поселковые особенно, участие принимали. Альбина Ивановна Беляева, Урина Фёдоровна и Галушина, мама. Потом Ульяна Аполлоновна из Томина. Это прекрасный руководитель педучилища и мой преподаватель истории. Я до сих пор благодарна всем людям, которые идут по жизни со мной. Но это Раиса Ивановна Челенко, директор нашей школы и моя первая учительница в плане подготовки моей к теперешней деятельности учительской. То есть я у неё была на практике. И много лет мы вместе проработали. Я её второй мамой называю. Очень дорог мне этот человек. Коллеги, которые всегда рядом, коллектив уже родной. Многие, конечно, сменились уже, много молодых, но идём по жизни рядом, воспитывая в детях чувство патриотизма. Творчество Марины Валерьевны и её искреннюю любовь к Ленинскому округу мы не могли оставить без внимания. Впрочем, в этом нас поддержали и наши подписчики, отдав наибольшее количество голосов за её поздравления к юбилею округа. Мы хотим вручить вам от нашего телеканала приз, заслуженный приз за ваше участие в нашем конкурсе. Поздравления к юбилею Нинского автономного округа. Это современный такой смартфон, красивый. Посмотрите, разберётесь. Здесь хорошая разрешающая способность камеры, поэтому мы думаем, что вы и дальнейшем будете принимать участие в наших конкурсах. Будете фотографировать в том числе и присылать. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Очень приятно. Буквально перед приездом нашей съёмочной группы сегодня утром Марина Валерьевна написала новое стихотворение. «Признание в любви к Северному краю». Сегодня его премьера. Большие города по-своему красивы, другие страны тоже хороши, но край Морошковый настолько дивный, поверьте, краше места не найти. Живи, моя земля, цвети мой край оленей, и пусть за сетью дней и лет малыш, идущий по планете, произнесёт, на свете краше места нет. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал Север.